И всем привет ребят, с вами Starbuck, и с вами свой новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен нашей замечательной новой мини-игре. Сегодня вместе с вами мы будем продолжать делать ходы, будем продолжать забирать дополнительные новые награды. Сегодня расскажу о том, как сменилась у нас немножечко тактика в этой мемо-игре. Если изначально я думал, что я заберу все награды, то сейчас мы сделаем акцент исключительно на более ценных наградах. При том, что одна из них уже у меня была получена. Ну и постараемся за сегодняшний видеоматериал забрать что-нибудь интересное. Если вам нравятся видеоролики, посвященные данному формату, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиарных сталф на 20 тысяч танкоинов. Для этого у нас только игровой аккаунты, кстати, у нас личный такт, такт, мп, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заплатите форму, которая есть в описании. У меня на сегодняшний момент времени есть 4 свободных хода, то есть мы можем открыть 2 карточки, плюс приобретем сейчас вместе с вами еще одну карточку. Ну и если изначально в этом ивенте я даже думал о том, что я там буду забирать все припасы, кристаллы там и прочее, то сейчас, учитывая тот факт, я подсчитал, что мне особо не хватит ходов, да, чтобы открыть все карточки, я понял, что мы делаем акцент исключительно на более ценные награды, да, то есть, например, даже те 10 ядерок, которые я забирал, это, ну, по сути, была ошибка, да, то есть это то, чего не нужно было делать в мини-игре. Теперь лучше акцентировать внимание на более ценных наградах, чтобы точно забрать их, а уже там условно такие награды, ну, там уже по ситуации, если останутся дополнительные ходы, то есть, по сути, здесь мне нужно было открывать новые карточки, и даже здесь вместо недельных надо было открывать новые карточки, а не забирать эти призы, то есть у меня было бы сейчас открыто на 2 ячейки, здесь больше, да, и, соответственно, а, ну ладно, здесь с недельными я не могу ничего сделать, потому что я угадал сразу 2 карточки, ну, вот, например, с ядерной энергией надо было просто открывать дальше карточки. Ну, и мне в этом плане немножко здесь везет, в том плане, что у меня открыты по одной карточке, по одной карточке открыты уже все самые ценные призы, которые есть, да, то есть у меня открыт мамонт, у меня открыт ключ, у меня открыт элитный пропуск, боевой пропуск, семья и према, да, то есть вот эти все самые ценные награды, а их осталось у меня получается 1, 2, 3, 4, 5, эти все награды у меня уже открыты по одной карточке, соответственно, мне надо всего лишь эти 5 наград угадать, и все, в принципе, все остальное, там, припасы, это уже остается лишними, можно так сказать, призами, поэтому в этом плане мы немножечко меняем тактику в нашей мини-игре, ну, и надеюсь, что нам эти призы удастся забрать, да, потому что припасы, ну, как правило, припасы я и так могу получить с этих всех пропусков, да, в таком же количестве, если не в еще большем количестве. Поэтому будем пробовать и посмотрим, что у нас из этого получится, только еще мы приобретем, получается, еще 2 карточки, потому что при любом раскладе мне все равно надо будет покупать их потом, но благо есть возможность сейчас это сделать, поэтому оформим сейчас эти 2 хода, ну, и вам, если вы проходите этот ивент, если вы там еще, например, не делали ходы, то тоже советую не совершать таких ошибок, которые совершил я, да, то есть лучше открывайте больше карточек разных, да, нежели там забираете карточки там с припасами, с ядерной энергией, как я, например, сделал, ну, в моем понимании это было ошибочное решение. Так, ну и давайте, наверное, от простого пойдем, начнем от тех карточек, которые здесь сверху есть, не будем ничего тут в разброс стрелять, просто по очереди пойдем и посмотрим, что у нас тут будет. Так, 10 голдов, ясно, понял, 10 голдов, это явно не то, что мне надо. 100 гранат, отлично, 100 гранат, 10 голдов, пока ничего интересного я не открыл, 15 ультра, ясно, 15 ультра, ну и, наверное, если я стрельну сюда, здесь будет то же самое, поэтому давайте стрельнем сюда. Ага, боевой пропуск. Так, боевой пропуск, я, значит, нашел, где боевой пропуск. Можем ли мы забрать сегодня боевой пропуск, либо мы откроем еще 2 карточки? Наверное, давайте мы откроем еще 2 карточки, вдруг что-нибудь будет здесь интересное. Угу, 15 ультра, бля, я мог 2 подряд открыть, я бы открыл 15 ультриков. Забирать ли 15 ультра? Есть ли интерес в 15 ультра вместо какого-то другого, более ценного приза? Ну, наверное, с одной стороны да, с одной стороны да, с другой стороны... С другой стороны я мог бы, наверное, потом забрать, если у меня будут ходы, да? Ну, давайте подумаем. То есть, сколько мне ходов надо? Я знаю, где пропуск боевой, то есть, мне надо забрать в худшем случае, да, в худшем случае. То есть, вот сейчас энергии у меня не будет, да, вернее, хода. У меня получается 1, 2 надо сделать, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, да? Это в лучшем раскладе 10 ходов, да? У нас получается... Сейчас в ивенте будет у меня 2, да? У меня будет 2, у меня будет 2, это тут, и тут еще будет 4, то есть, это будет 10 как раз, да? То есть, соответственно, у меня не так много ходов, и забирать сейчас 10 ультриков, ну, наверное, это не совсем правильное решение. И лучше открыть еще одну карточку. Лучше открыть еще одну карточку, чтобы у меня была, ну, так сказать, дополнительная возможность получить. Ну, и при любом раскладе, как будто бы все равно придется мне тратить еще дополнительные кристаллы. Но посмотрим. Может, конечно, и получится все это дело реализовать, но может и придется еще тратить. Так что я лучше не забираю сейчас 15 ультра, а лучше я открою еще одну карточку. Потому что, вот, например, если брать тот же боевой пропуск, да, если брать тот же боевой пропуск, то в этом боевом пропуске, который мне дадут, здесь при любом раскладе, эти 15 даже больше ультраконтейнеров есть. Не говоря уже о элитном пропуске, в элитном еще их больше. То есть, соответственно, такую награду получить выгоднее, чем забрать сейчас, например, 15 ультра. Но, с другой стороны, если у меня будут дополнительные ходы в будущем, то я как раз эти 15 ультра смогу забрать. Ну, если это получится, конечно, в таком случае. Так, ну и тогда давайте стрельнем просто сюда. И тут 7 дней према. Отлично. То есть, премочку я тоже нашел. Но премка это тоже, наверное, не самый такой важный предмет, который я бы хотел бы забрать. Прем, ну, с одной стороны, конечно, можно, да, с другой стороны, это не самое важное, что здесь нужно получить. Самое важное, в моем понимании, это легендарный ключ, скин ключ, мамонт, элитный пропуск. Вот эти три предмета, я думаю, что по ценности идут в первую очередь. То есть, один более ценный предмет твинса я уже забрал. И остается здесь забрать еще три более ценных предмета. Вот когда их заберем, тогда можно уже и забирать премку и другие предметы. По ячейкам у меня осталось, получается, 11 ячеек закрытых. Могло бы быть 10 ячеек закрытых. Да, и тогда был бы больше шанс в отгадывании. То есть, где-то у меня сейчас процентов... Сколько у меня процентов, если так смотреть по предметам? Где-то процентов 30, да, из закрытых ячеек. 30 процентов, что я попаду в нужные, в нужные закрытые. Это чтобы не тратить дополнительно еще ресурсы в этом ивенте. В целом, концепция этого ивента мне, если честно, нравится. Очень многие хейтят ее и говорят, что, типа, ну, такой себе ивент не суперинтересный, не контентный, а в моем понимании, очень даже неплохой и интересный ивент. Да, поэтому я, если честно, даже, ну, как-то заинтересован в прохождении, что ли, в такого ивента. Если бы это был бы какой-нибудь другой ивентик, да, ну, по типу, например, таких каких-нибудь старых. Да, у меня, например, не было такого интереса, как вот в этом ивенте. Пишите, что вы думаете по этому поводу, совершайте правильные ходы, да, чтобы забрать все самые более ценные награды. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Поддержите видос лайком, если вам понравилось. Присоединяйтесь в Дискорде и участвуйте в розыгрыше по тегу. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.